Шашки – традиционная игра, которая учит думать над ходами, анализировать действия противника. Это соревнование стратегий, как интеллектуальных, так и личностных. Такие игры учат аккуратности, последовательности в действиях, умению не обижаться при проигрышах. Турнир проводился по очень интересной швейцарской системе. Ребята, когда выигрывали, в следующем туре они играли с теми, кто выиграл. А те, которые проиграли, соответственно, играли с теми, кто проиграл. Это очень такая демократичная система, очень интересная. И в конце, в пятом туре, между собой встречаются ребята, которые выиграли все партии. А те, которые проиграли, они оказались внизу и соревновались между собой. Несмотря на то, что правила шашек достаточно просты, игру можно назвать одной из самых динамичных настольных стратегий. Каждая партия уникальна, и результат исхода игры зависит от навыков соперников. Ребята с большой ответственностью и нескрываемым интересом отнеслись к подготовке к соревнованиям. Преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе. Нам показывают комбинации. Мы их разбираем. Нам надо понять, как победить за белых. Михаил Ковалев, как и ребята, начал играть в шашки еще в детском саду. По словам юноши, игра стала частью его жизни. Михаил постоянно совершенствует мастерство, не только читая книги и отрабатывая стратегии, но и сам придумывает уникальные ходы и комбинации. Нестандартный подход к игре позволяет ему одерживать победу на турнирах высокого уровня. Все началось как раз вот с этого турнира в первые разы лет 6-7 назад. Ну, я там победила. Меня заметил мой тренер Олег Горьевич Васенькин и пригласил в кружок. Теперь я один из лучших. На протяжении турнира членами жюри ввелся протокол, на основании которого и были распределены места и выявлены победители турнира. Все участники получили сладкие призы. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24.